В Самаре профильный департамент проверяет санитарное состояние всего общественного транспорта и работающего по регулируемым тарифам и маршруток. В преддверии летнего сезона контроль усилен. Особое внимание уделяют не только безопасности в рейсах, но и чистоте салонов. Их моют снаружи и внутри, а также протирают поручни, сиденья и другие контактные поверхности дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению Роспотребнадзором. Мы контролируем в принципе санитарное и техническое состояние подвижного состава ежедневно. От всех перевозчиков нам приводит информация о проведении соответствующих проверок. Весь подвижной состав, выходящий на линию, проходит соответствующую техническую проверку и санитарное состояние его тоже контролируется перед выходом. Если говорить о тех людских возможностях, которые сегодня у перевозчика есть, то они принимают все меры к тому, чтобы их подвижной состав на линию выходил в наглежащем санитарном состоянии. В ТТУ приводят в порядок 475 единиц подвижного состава, 300 из которых трамваи, 175 – троллейбусы. Частоту электротранспорта поддерживают более 40 человек. Организовано круглосуточное дежурство. При этом основные работы проводятся вечером и в ночные смены, а также в ранние утренние часы перед выходом на линию. Больше всего пачкаются ступени входных групп и пол. Отметим, что у ТТУ имеются не только эффективные стационарные мойки с автоматическим оснащением. Не так давно предприятие дополнительно закупило две современные мойки высокого давления, которые легко перемещаются по депо. А в апреле провели торги и приобрели новое сменное оборудование для стационарных щеток. Мойки все запустили, в том числе летние мойки, которые у нас стоят на улице. Все трамваи в вечернее время проезжают через данные моечные посты, заезжают в депо, и там уже мойщики их дотирают и убираются внутри. Мы всегда за этим соследили. Было там определенное поручение проверить, обратить на это особое внимание, поэтому до всех все это довели. Помимо этого, все трамваи и троллейбусы оснастили видеокамерами. Они помогут оперативно вычислить недобросовестных пассажиров, которые портят салоны транспорта. У предприятий, работающих на автобусных маршрутах, тоже забот не меньше. Первоочередное – мониторинг, обеспечение работ по техрекламенту и санитарному содержанию. Как обычно, перед рейсами принимают душ автобусы. Если пассажиры замечают на улице города грязный автобус, пыль в салонах, можно сообщать об этом представителям перевозчиков в социальных сетях. На муниципальных маршрутах по регулируемому тарифу в городе курсирует порядка 390 автобусов. Еще часть машин находится в резерве, чтобы при необходимости их можно было оперативно направить на замену. После зимы вся грязь, вся пыль была вымыта, отмыта. И сейчас, конечно, нам уже легче справляться с загрязнениями, но расслабляться рано. Впереди у нас период белых брюк и белых сарафанов. Для того, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, мы на контроле держим эту ситуацию и продолжаем обрабатывать, санитарную обработку проводить. Аналогичные требования предъявляются коммерческим перевозчикам. На базе только одного из них около сотни маршрутных такси. Автобусы, выходящие на самые протяженные маршруты, требуют более тщательной уборки, особенно если погода неблагоприятная. У нас мойка своя, то есть, как и обычный керхер, активная пена. Нам важна не только безопасность на маршруте, но и чистота транспорта, как снаружи, так и внутри в салоне. Поэтому по возвращению с линии проводится уборка влажная с применением дезинфицирующих средств салона и мытье автобуса снаружи. Для пассажиров города чистота общественного транспорта тоже очень важна. Ведь он – неотъемлемая часть их жизни. Конечно, важно. Ведь некоторые граждане Самары проводят в транспорте очень много времени в сутки, в день. Замечательно. Чище город, нам комфортно. Работники профильного департамента следят и за техническим состоянием транспорта. В случае несоблюдения норм перевозчик обязан принять меры и отчитаться перед департаментом. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События.